Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Хочу поздравить всех, нас 98 тысяч. Я закрыла подписку, объясняла, почему я это сделала. Большое спасибо всем, кто все эти годы со мной, кто, возможно, недавно подписался, кому нравится канал. Огромное спасибо всем, кто оставляет мне приятные комментарии. Я все читаю, стараюсь на все комментарии всегда ответить. Я считаю, что задача любого блогера – это, конечно же, общаться со своей аудиторией, потому что аудитория, твоя аудитория – это, прежде всего, сообщество людей, которые думают примерно точно так же. Они разделяют твои идеи, именно об этом ты говоришь на своем канале, поэтому большое всем спасибо. Мне поступают вопросы, видела ли я видео и что я по этому поводу думаю. Что я могу сказать, дорогие зрители? На самом деле, это видео я в большей степени записываю, потому что, да, вы меня об этом спрашиваете. Я знаю, что среди этих вопросов очень много провокационных вопросов. Смотрела ли я? Очень многим, я думаю, очень хочется, чтобы я посмотрела. Конечно же, я посмотрела это видео, мне об этом сказали. Единственное, что когда я об этом узнала, я была в Падуе, был день рождения Данечки, уж тем более я не собиралась смотреть подобное видео 8 марта, но на следующий день в ознакомительных целях я посмотрела. Видео называется «Очень интересно. Разоблачение моего минимализма». И что я могу сказать, дорогие зрители? Я могу только пожать плечами. И могу сказать, что это какой-то, наверное, неудачный с моей блогерской точки зрения хайп. Безусловно, это хайп. Потому что, если бы автор ролика записала видео, действительно по заявленной теме, почему мой минимализм не минимализм, я бы, возможно, могла бы аргументированно ответить. У нас бы состоялся цивилизованный диалог. Мне сказали, что я не минималист потому-то, потому-то. Я, возможно, с чем-то бы согласилась. Такое, кстати, часто бывает. Я выпустила видео, которое я считаю в том, что касается понимания моего минимализма и зрителей, кто разделяет мое понимание. Это было несколько видео о дауншифтинге, где я сказала, что я пришла к тому простому мнению, что если я хочу считать себя минималистом, я должна меньше работать, потому что чем больше человек работает, тем больше он зарабатывает, тем больше он тратит. Он куда-то эти деньги тратит. Неважно куда, на образование своих детей, на свои впечатления, на свои эмоции. Это все равно траты на те или иные услуги, соответственно, либо на те или иные вещи. Соответственно, я пришла к пониманию, что, в общем-то, минимализм невозможен без сокращения потребления по всем сферам, в том числе и в том, что касается такого саморазвития, путешествий и так далее, потому что это все равно потребление, это все равно пользование определенными услугами. Не каждый человек готов сократить свой заработок, потому что очень многим действительно нравится работать, они долго к этому шли, они долго получали образование. Соответственно, вот такое видео было, и я бы могла очень аргументированно на многие вопросы ответить, если бы, допустим, они были поставлены. И я считаю, что с точки зрения пиара, хайпа, если говорить, это было бы более грамотно, потому что, если ты выпускаешь видео, где ты затрагиваешь какие-то личностные вопросы, во-первых, никто не может знать, правда это или нет, то, что ты говоришь, потому что, ну, откуда ты можешь знать? Только я могу знать про себя правду, где я училась, как я училась, в каком классе, в какой школе и так далее. Наверное, даже мой муж не знает таких деталей, которые были заявлены в видео. И, соответственно, это не аргументация, это, на самом деле, это не что иное, как неудачный хайп, потому что, если бы состоялся грамотный, цивилизованный диалог, я думаю, что многие мои зрители, кто не знали об этом авторе, могли бы на это видео перейти, возможно, что-то бы им понравилось, и они бы остались, потому что, безусловно, автор нуждается в зрителях, потому что закрыта подписка, по всей видимости, учитывая, как мало просмотров на каждом видео, учитывая, что мы примерно в одно и то же время начали вести свои каналы, я думаю, что все это делается, но не только в моем отношении, насколько я поняла, были сняты подобные видео про других блогеров, про других людей, известных людей, пока не верю здесь на Ютубе. Могу сказать, что это не что иное, как поиск, наверное, себя, как блогера, что имеет место, но это неграмотный, скажем так, пиар-ход совершенно точно. Мне было очень обидно услышать, если честно, про МГИМО, потому что всегда, когда я рассказывала про МГИМО, я всегда говорила, что я лично не знаю ни одного человека, а я была старостой курса. Многие говорят, что, точнее, думают, и в этом видео было сказано, что мне был куплен диплом и оценки, я была старостой курса. И хочу передать привет всем своим бывшим сокурсникам, и мне было очень неприятно услышать, на самом деле, что МГИМО, что-то можно купить, и на самом деле я не знаю ни одного человека, который бы покупал себе оценки. Вообще, если задуматься, я не очень себе представляю, как в университете такого уровня можно что-то себе купить. Ты как, все это в зачетку положишь и преподавателю отдашь, а за твоей спиной сидят такие же студенты, как и ты, то есть они же все это видят. Это вообще как можно себе представить, купить сессию? Возможно, в каких-то более местечковых университетах это и возможно сделать, но, по крайней мере, в университетах уровня МГИМО и МГУ я думаю, что это сделать просто-напросто невозможно. Вот это, на самом деле, мне было, наверное, вот из всего, из всего, что я услышала, самым неприятным. Могу сказать, что я до сих пор помню преподавателей, имена преподавателей и их лекции, которые посещала не только я с удовольствием, но и большинство, опять же, тех, кто учили с МГИМО. Это Курбатов, светлая ему память, на самом деле, читал лекции так, что имел практически полный зал и всегда. Это Васильев, я до сих пор помню, я до сих пор помню, как он рассказывал нам в случае, Сучий сказал, что мальчики и девочки, обе стороны слушайте внимательно, если вам случится в будущем развод. Имейте в виду, мы проходили право собственности, вот он говорил, что право собственности состоит из трех аспектов, это владение, обладание, третий, я не помню, как на русском языке это называется. И он говорил, рассказывал Сучий, что вот если вы будете разводиться, рассказывал Сучий из своей практики, разводилась очень обеспеченная семья, и к нему обратилась жена, потому что на следующий день, через несколько буквально дней, должен был происходить раздел имущества. И он сказал ей, вывозите все, все, что вы можете вывезти из квартиры, а муж там уже не проживал, то есть должно было происходить раздел имущества непосредственно, в ближайшее время, вывозите все из квартиры, наймите гараж, вывезите все ценно, а там было очень много цен, там антиквариат и так далее. В итоге, когда пришли судебные приставы написывать имущество, для того, чтобы потом его разделить, они нашли абсолютно пустую квартиру, так же, как и муж. Был удивлен, и он сказал нам, что право собственности, это не всегда физическое владение вещами. Ну то есть, до сих пор, на самом деле, я помню его лекции, то, как он рассказывал, так же, как он говорил, тот свитер, который на вас надет, это ваш свитер, и любой студент, на котором он показывал, ну конечно же, это мой свитер. И он говорит, а как вы докажете, вы обладаете этой вещью, физически ею владеете, но как вы докажете, что она ваша, ведь она может быть вашего соседа, который дал вам ее поносить. И тоже вот он говорил о том, что очень важно в нашей жизни, к сожалению, сохранять чеки. Конечно же, абсурдно сохранять чеки на какой-нибудь свитер, но тем не менее, я очень хорошо помню, вот как он рассказывал, что на какие-то важные покупки, потому что никогда не знаешь, как жизнь сложится, когда придется доказывать свое право собственности на этот дорогой телевизор, либо на этот дорогой адекватный диван. Он говорит, что очень важно сохранять, допустим, чеки. Поэтому я до сих пор помню некоторые свои преподаватели, я всегда говорила, что в общем-то для меня лично образование МГИМО, до сих пор я так считаю, это все-таки то, что на тот момент, по крайней мере, оставляло желать лучшего. Например, я помню ситуацию, которая сложилась однажды в аудитории, я считаю, что это недопустимо, тем более в университете, где ты знаешь, что очень много детей, высокопоставленных чиновников учатся. У нас была дочка Скуратова на курсе, Саша Скуратова, и вот на первом курсе, когда был скандал с генеральным прокурором, возможно, многие помнят эту ситуацию, съемки закрытые, которые были опубликованы. В итоге один лектор, он очень нехорошо пошутил. Я считаю, что, во-первых, эти шутки вообще недопустимы в отношении твоей аудитории, когда ты преподаватель, студент, то есть нужно иметь какую-то дистанцию и знать, о чем шутить. Никак нельзя шутить о том, что кто-то был с кем-то сфотографирован в бане. Так, в общем-то, образовалась гробовая тишина, потому что мы все знали, что дочка Скуратова, она учится вместе с нами. Прекрасная девчонка, на самом деле, было больше неловко за этого преподавателя, который такую ситуацию допустил. И плюс я, например, тоже очень хорошо помню, когда я сидела на лекции, и это был четвертый курс, я писала диплом по лизингу. И преподаватель читал нам лекцию по лизингу и говорил, что лизинг не лицензируется. А на тот момент уже не просто был выпущен закон, он уже вступил в силу о том, что лизинг России подлежит лицензированию. Меня это покоробило очень сильно, потому что ты читаешь на аудиторию, ты учишь, при этом ты учишь не первокурсников, которые вообще в информации какой-то не ориентируются, ты на четвертом курсе студентам читаешь. И, в общем-то, ты настолько неосведомлен в том, что есть твой предмет. То есть вот какие-то такие моменты, на самом деле, как раз-таки и заставляют меня говорить о том, что я не очень довольна тем образованием, которое я получила. Но, тем не менее, повторюсь, есть преподаватели, которых я помню до сих пор. Помню Васильева. Я думаю, его очень многие помнят. Это история, право, если я не ошибаюсь. Поэтому, наверное, единственное, что я хотела бы сказать по поводу этого видео, которое вышло, это то, что я не знаю ни одного человека, который бы покупал себе экзамены. Потому что, во-первых, на мой взгляд, это и физически сделать невозможно, очень сложно. А, во-вторых, я просто помню, помню всех, с кем я училась, как мы дрожали перед этими экзаменами, как мы готовились, как мы учились, как эти учебники были, какие-то редкие книги были, которые трудно было купить, либо которые нужно было брать у нас в библиотеке МГИМО, как они расходились по рукам, как была очередь на эти учебники. То есть я могу совершенно точно сказать, что 90% тех, кто учился в МГИМО, там учились. Я могу сказать, что те, кто получал какой-нибудь сложный язык, но это был не факультет международного права, это был другой факультет, сейчас даже не вспомню, какой, возможно, международных отношений. Вот те, кто получали какой-то сложный, сложный язык, хинди, например, они действительно учили. У меня была подруга, она арабский учила. То есть я вообще не представляю, как можно было его за 5 лет выучить. Поэтому могу сказать, что там все совершенно точно учились, Игорь, и грызли свой кусок, свой гранит науки, свой гранит, свой кусок гранита науки, получается. Поэтому ничего я не могу сказать. Жалко мне автора, на самом деле. Я желаю ей чуть больше подписчиков, чем она имеет сейчас, чуть больше просмотров. Я желаю ей, конечно же, найти себя в том контенте, который ты хочешь выпускать, потому что, насколько я поняла, мы начинали вместе. Сначала был канал об архитектуре, потом был канал, возможно, частично в минимализме. Теперь я не совсем понимаю, о чем этот канал. Единственное, что я могу сказать всем, кто меня смотрит, начинающим блогерам, что вот такой хайповый контент, на нем очень сложно заработать. Очень часто на таком контенте снимается монетизация. Очень часто вообще туда невозможно поставить монетизацию. Поэтому, в общем-то, если вы приходите на YouTube и хотите подзаработать, то, скорее всего, вам придется все-таки ориентироваться в сторону так называемого полезного контента. Чтобы что-то получить от людей, получить свои деньги, которые ты получаешь за просмотр, которые тебе платят YouTube, потому что тебя люди смотрят, ты должен людям что-то отдать. И, соответственно, нужно ориентироваться, конечно же, на создание полезного контента. Кстати, скоро я запишу интересное видео. У меня второй канал о минимализме. Я не знаю, на то, что вся правда была о минимализме Яны Скворцовой. У меня второй канал благополучно запущена монетизация. Я покажу вам и расскажу, сколько зарабатывает начинающий блогер, потому что именно столько я зарабатывала на... начиная на этом канале. Именно столько я сейчас зарабатываю на том канале. Я думаю, что это видео будет интересно прежде всего начинающим блогерам. Желаю всем, желаю всем прежде всего спокойствия со своей совести и так далее. Я все-таки верю, что автор видео, который меня выпустил, она прекрасно понимает, что она сделала. Я могу ей сказать, что я ее прощаю. Я ее не виню. Я, в общем-то, понимаю, зачем она это сделала. Она хотела похайпиться, скорее всего. Я не думаю, потому что она имеет очень много претензий ко мне, ко мне лично. Единственное, что я могу сказать, что все в этой жизни возвращается. Я совершенно точно в этом уверена, я совершенно точно это знаю, много раз тоже об этом рассказывала. Поэтому, в общем-то, желаю всем спокойствия внутри себя, чтобы всем возвращалось только хорошее, просто потому что это хорошее мы во Вселенную отдаем. На этом с вами прощаюсь, это была Яна Скорцова. Всем пока-пока.